Добрый вечер, главный тренер со всеми другого клуба ЦСКА Владимир Суздатов, в Курсии Владимир Владимирович. Краткий итог, пожалуйста. Краткий итог, поражение, да, на ровном месте, работая 11-метровой, казалось бы, ну все есть. Все есть. Нет в заключительной фазе атаки доиграть хорошо эпизод. И фланг скрываем, и передачи с фланга. Нет точности в этих передачах. В ударах нет точности. Ну, я думаю, что это дело поправимое. Мы над этим работаем. Команду прикнуть, что, мне кажется, не было желания, не было страсти. Я не могу. До конца мы пытались, и угловые, и стандарты. Все было, но мне не хватило точности. Я это связываю, что немного не восстановились, и в плане эмоциональной, может быть, хотя я сегодня этого не заметил, желание, желание победить, на мой взгляд, было просто вопрос по сегодняшнему матчу. Игорь Михайлович, два вопроса. Первый, как оцените игру Буша-бол? Я давно не играл, пришел на основе, как оцените его перформансы. Игорь Михайлович, два вопроса. Да, говорится, слава Богу, Игорь вернулся. И мы видим, что в достаточно хорошем состоянии, и, надо признать, порадовал. Порадовал, и был на своем фланге очень активен, и сыграл очень полезно. Я обострял, и подавал, и завершал, и была возможность забить. Поэтому, как говорится, позитивно оцениваю. Но это боевая единица, боевая единица, которой нам не хватало, как раз для конкуренции, для освежения вот этой скорости на фланге. Игорь Михайлович, два вопроса. Через три дня матч дали, говорится, восстановиться. По этой причине не было и Ильяна. То же самое после этого достойчайшего подката он сегодня не смог. Он находится на лечении. Находится на лечении. Не смог сегодня. Но мужик, он боец, он рвался, но, к сожалению, не смог восстановиться за этим годом. Ну, то есть, это речь не о никаком конфликте после замены и так далее. Как многие подумали, сначала, когда прочитали то, что было перед Вачем, первая версия была, что это воспитательные меры из-за замены. Нет, воспитательные меры футболу надо воспитывать. Ну, что за воспитательные меры решать футболиста его любимого и нелюбимого профессии? Пожалуйста, Александр. Владимир Владимирович, добрый вечер. Спасибо. Спасибо, что настроили хорошо команду. С девятью очками вы лидируете в группе своей. И, как бы, команда показала сегодня хорошую самоотдачу. Но у меня вопрос такой. Вчера Валерий Картин на пресс-конференции сказал, что он тренировал в матче выхода из обороны на 30-40 метров. Сегодня, может быть, вы что-то тренировали? Я просто говорю без иронии, потому что в таких матчах можно проверить, такие, так сказать, наработки. На самом деле, мы сегодня видели экспериментальную линию обороны. Нам тоже было интересно посмотреть в этих позициях, потому что мы испытываем колоссальный дефицит. Защитник. Он не трошит, и приходится собирать. Кирилл в своем возрасте, ему требовалась сегодня пауза. После полного матча. Это данность. Два дня. Мало для восстановления. Мы посмотрели. И Заглудинова, и Мохина на позициях. И далее почувствовали эти позиции. Но есть пища, как говорится, пища для размышления, есть пища для... Но то, что сегодня у нас была такая возможность экспериментировать. Егор, кстати, да, то же самое. Для него очень полезный матч был в этом отношении, в котором он и хорошую, как говорится, беговую крошку получил. И вот эти... Ну, это не заменишь никакими тренировками. Поэтому очень полезный матч. Единственное, что мы, да, сегодня проиграли. Немножко огорячих наших болельщиков. Добрый вечер. Слава Дмитриевна, Московская правда. В дополнительное время, прибавочное, что Закослав Туров подъезжал к Расуме на угловой. Это его личная инициатива или согласованная? Да, согласованная, согласованная. Ну, здесь уже, скажем, нужно было спасать. Нужна была боевая, как говорится, еще дополнительная единица. Это был один из заключительных стандартов. Ну, здесь нет никакой, говорится, опасности. На него, что можно в каждом аптистории батареи посылать. Главное, чтобы они умели это делать хорошо. А так почему нет? Спасибо. Есть вопрос. Здравствуйте. Спасибо. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я тут канал ЦСКА с Кинсом. Михаил. Вот вы говорите о дефиците центральных защитников, но выходит в итоге не профильный защитник, а Матрил Кин остается над коммерцией посты. Он слабее или, по-моему, не готов? В чем дело? Ну, приняли такое решение. Приняли такое решение. Нужно нам было понять и выяснить способность того же Максом сыграть на этой позиции. Он опорник. И здесь, я думаю, что много общего. И здесь он должен был чувствовать себя всегда лицом, как рыба в воде. Как рыба в воде. Нам нужна была эта информация. Время. Лукина еще придет. Но он готов играть. С ним все нормально? Да, все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.